Усы, лапы и хвосты Юзен Майклс собирала по всему миру 70 художников из 16 стран. Кот-бегемот Анны Соколовой прилетел в Лос-Анджелес из Германии. Каждый раз, глядя на этого кота, я вижу разное. Он выглядит как сладкий и безобидный котик, но если смотреть на него с разных точек, то можно разглядеть, что что-то там происходит в его глазах, какой-то потаенный смысл, и это как раз то, что исходит от каждой кошки. Коты у самовара, на кисточках и красочных коврах. Тут волей-неволей замурлычишь, говорят катаманы. Те, кто котов не любят, просто никогда не жили с ними. Некоторые считают, что коты слишком надменны. Ну да, некоторые из них такие, но большинство любят свернуться калачиком на твоих коленках. Они такие пушистые, космические и дарят столько радости, особенно в эти времена, когда из-за ковида у нас не так уж и много развлечений. Когда мы редко видим людей, спасают нас коты. Семь лет назад Сьюзан поняла, коты — это отдельный вид искусства. Я заметила тогда, что коты — это часть поп-культуры. Популярные забавные песни про них, мемы, связанные с ними. Но вместе с тем я заметила, что люди не понимают, что из себя представляют ценители котов, думая, что это безумные кошатницы с кучей котов в квартире. Во время пандемии в 2020 году рекордное число животных были взяты из приютов. Они перестали быть просто животными и стали частью семьи. В пандемию стало очевидно, как важны питомцы для нашего психического здоровья. То, что для одного испорченная мебель, для другого творчество, считает Линда. Вот эту картину она уже выкупила, потратив несколько тысяч долларов. Чаще всего, что мы знаем о котах, что они царапают мебель, например, семейную реликвию в виде кресла вашей бабушки. Но что тут сказать? Остается только над этим смеяться. Картины с котами разлетаются по всему миру, говорят организаторы выставки. Заказы на них они получают из Китая, Японии, Англии и даже России. Ангелина Багдасарян, Васген Варжебетян. Настоящее время Америка. Калифорния, Лос-Анджелес.